Девчонки и мальчишки, всем привет! Доброе-доброе утро! Время 7 утра, я еду на прием, говорю, на кровь. Кровь сейчас сдам и домой. Хотела пойти пешком, чтобы намотать километры, но Дима сказал, я тебя отвезу. Ну, приедем домой, я позавтракаю, да пойдем гулять. У нас тут срезают асфальт кусками. Каждый год одно и то же. Каждый год латают асфальт. Вроде в том году только новый стелили, уже весь в дырочках. На улице тепло-тепло. На солнышке плюс 19, в тени плюс 13. Но это еще только раннее утро. Ожидается сегодня в тени до плюс 24 градуса. Вчера было 21 градус, самая теплая температурка. Но мы уже ложились спать. В 12-м часу ночи все еще было плюс 14. Так что, ребята, наверное, к нам все-таки пришло на немножко лето. Но буквально через 3 денечка уже похолодает и будут сильные-сильные дожди. Вот такая вот у нас в Карелии погода. Крайний север и арктическая зона. Вот так вот, ребятушки. Всех целую, обнимаю, всем желаю. Отличного-отличного денечка. Хорошего настроения обязательно. И замечательного самочувствия, конечно же. Куда же без него. Все. Всех целую. До встречи. Привет, ребятушки, еще раз. Время 9 часов. Мы позавтракали и пошли гулять. Пока не слишком жарко. Но и то все равно уже, наверное, 20, если не больше градусов. Очень-очень жарко. Смотрите, ребята, слева травочка зеленеет. Начинает потихонечку проклевываться. А справа еще снег лежит. Но сегодня очень тепло. Мы прошли с Димой уже сколько километров? Прошли с Димой 5 километров. Фух. Солнышко, конечно, очень-очень-очень сильное. Пальцы отекли. Смотрите, какие толстые стали. И кончики пальцев онемели. Иду вот разрабатываю. Пока до дома дойдем, наверное, будет 7 километров. Дошли до больницы с Димой. Развернулись. Хотели пойти в сторону спортивной школы. Но там еще все в снегу. В кроссовках еще не пройти. Поэтому развернулись. И пошли обратно. Вот сейчас поднимемся опять до церкви. И потом по антикайнина домой. Решили, что будем гулять или рано утром, или поздно вечером. Потому что в такую жару тяжело. Вот хоть мы и вышли в 9 утра, а все равно уже очень жарко. Тяжеловато. Да и тенечка нету, куда спрятаться мне. Вот такие дела. Привет, мои хорошие. Еще раз. Мы уже дома. Нагулялись. Я намылась, переоделась. Все бы ничего, ребята. Но у меня впервые в жизни так сильно оттекли руки. Вообще так надулись вот эти вот, как они называются, подушечки на запястьях. Я вот не могла сжать. У меня так сильно болело. И я вот надавливаю. И остаются вмятины. Хоть я и пью мочегонное. Вот это вот эндопамид мне прописали. Не знаю, почему так плохо жидкость уходит. Мы когда еще шли в ту сторону больницы, еще вроде ничего. Потом чувствую, у меня все больнее, больнее. И пальцы такие. Я Диме говорю, у меня такие пальцы толстенные. Как у мужика хорошего. Очень больно. Стараюсь так через силу сжимать. Уже так кверху руки подняла. Чтобы, не знаю, может эта вода, жидкость куда-то растеклась. Фу, жарко у нас. Плюс 21 градус. Очень жарко. Днем будет еще жарче. Поэтому вот теперь будем гулять или рано утром, или поздно вечером. Если сил наберутся, то вечером еще погуляем. Прошли мы с Димой 7 километров 300 метров. 7, ой, 7 километров 300 метров, правильно. 10 тысяч 736 шагов. И сожгли 544 калории. Я вам забыла сказать про то, что вес мой еще немножечко ушел. Вот меня взвесили в Петрозаводске, в республиканской поликлинике. Получилось ровно 108 килограмм. Мы домой приехали, я взвесилась утром на голодный желудок. Точно так же 108 килограмм. Раньше у нас было в Петрозаводском расхождение в 2 килограмма. Теперь стало ровно. Не знаю, может быть они отрегулировали свои весы. Но вот что дома, что в поликлинике вес был одинаковый. 108 килограмм. Медленно уходит, ну пусть хоть помаленечку уходит. Я и этому рада очень. Самочувствие нормальное. Вот единственное, с утра был очень высокий пульс. Но не очень высокий. 98, по-моему. Сейчас таблеточку выпила. Ну как бы с утра, после завтрака выпила таблеточку. Сейчас 82 пульс. Но я хочу сказать, что все равно, как бы пульс не так уж низко опускается, как хотелось бы. Я раньше пила 5 миллиграмм. Теперь уже 7,5 миллиграмм. А все равно пульс высоковат. И как бы без таблеток я вообще не знаю, что бы было бы со мной. Вот, ребятки. И вот эта слабость с утра. Ну, потихоньку. Вот сейчас, когда только вышли на прогулку, как-то началась ходьба тяжеловата. Я Диме говорю, нога, нога уже как бы с самого начала стала подводить. Правая нога. Думаю, сдаться, пойти домой. И нет, потихонечку все шли, 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 шли. Потом вот в обратном пути уже как-то немножко так прихватила. Ну, я потихонечку. Хотела присесть на скамеечку. У нас скамеечки везде понаставили на лето. А на зиму убирают. Потом думаю, нет, не буду сдаваться. Пойду-ка я дальше. И потихонечку дошла. Пью воду, ребята, горло пересохло. Прям вообще. Ой, ждали, ждали, ждали. Лето, и вот оно настало. Это лето. Еще завтра у нас тепло, и послезавтра тепло. А потом дожди, и температура опустится до плюс 12 градусов. Ой, хоть бы вот эта вот жидкость поскорее разогналась. Разогналась. Ой, нос что-то чешется, да? Хороший нос за неделю кулак чует. Ой, ребята. Вот такие дела. Сейчас отдохну немножко и буду варить обед. Сегодня я приготовлю... Господи. Щи из щавеля. Короче, щавельник. Щавель еще остался у нас, не знаю, трехлетней давности в морозилке был. Посмотрю, есть ли, правда, совсем не испортился. Ну, хотя морозилка такая, что не размораживалась, наверное, должно быть нормально. Или щи из щавеля сварю, или уху. Что-нибудь, что-нибудь одно из двух приготовлю. Вчера никуда на природу мы не поехали, ребята. Было очень жарко. И я Диме говорю, тенечка там нет. Открытая местность. И будет очень жарко. Поэтому отменили мы поездку. Чего-то как-то страшно на солнышке быть долго. Поэтому мяско, которое я замариновала на кости... Забыла, как оно называется. Как же оно называется? Не вспомню. Ну, кусочки вот такие. И косточка. Вот такие кусочки. Я их замариновала. Так вкусно получилось. И просто на сковородке для гриля. Ой, памяти вообще нет, ребята. Вот всё забываю, что хочу сказать. Вообще, как называется предметы, забываю. Сковорода для гриля. Вот на ней я это мяско пожарила. И с овощами поели. Огурчики, помидорчики. Дима купил. И поели. Вот и всё. На завтрак сегодня у меня был творог. Я вам покажу. Завтракала я творог. В творог положила курагу. Чернослив. Несколько виноградинок. И капельку сметанки. Надо было, конечно, йогурта положить. Но йогурта не было. Это был мой завтрак. Девочки, это мой завтрак. Творог. Курага. Виноград. И нарезан тут чернослив. Самый приятный завтрак. На обед посмотрим, что будет. Вот. Всё, ребятушки. Буду заканчивать это болтать. Я очень люблю болтать. Всем всего хорошего. Отличнейшего настроения. Замечательного самочувствия. Прекрасной вам погодки. Чтобы был плодотворный день. Всем всего хорошего. С вами была ваша Леночка. Пока-пока.